День Славянского района – праздник очень важный для всех славянцев, и в нынешнем юбилейном году он был особенно долгожданным. Торжественное собрание, посвященное 95-летнему юбилею, собрало множество людей, хорошо известных в городе и районе своими добрыми делами. Смотрите наш репортаж об этом событии. С 1924 года, когда в составе Кубана Черноморской области был образован Славянский район, прошло уже 95 лет. За эти годы в истории нашего района были разные периоды, и даже в самые сложные времена славянцы умели противостоять жизненным обстоятельствам. Наперекор всему они развивали промышленность и сельское хозяйство, воспитывали детей, строили жилье, школы и детские сады. Словом, они делали все, чтобы жизнь в районе стала как можно более благополучной. И в настоящее время славянцы по праву гордятся районом и, конечно, любят его. С 70-го года я сюда приехала. Район изменился очень, очень. Помолодел, несмотря на то, что по возрасту старше стал. Люди живут замечательно. Ну, я считаю, что Славянский район занимает одно из ведущих мест в Краснодарском крае. Я рада тому, что я живу среди людей в Славянском районе. Живу, тружусь. Меня, мой скромный труд замечают. И это, конечно, здорово. И я горжусь тем, что я именно в этом районе родилась. Потому что здесь большой потенциал у каждого работника, у каждого жителя. Мне всё очень нравится. И за последнее время мне всё нравится, что делается. Всё хорошеет вокруг. Я пошла на пенсию. Работаю для души. Я также благодарна своим людям, своего посёлка, посёлок Рисовый. Я там живу, хотя я работаю в Нищедимовском. Я всем желаю духовного и физического здоровья. И надеюсь, что столетие будет в Славянском районе. Я буду присутствовать. Всё, чего достиг наш район в своём упорном стремлении вперёд, результат самоотверженного труда его тружеников. Именно в их честь все юбилейные торжества. В зале ветераны Великой Отечественной войны, военной службы и труда, учителя и врачи, аграрии и работники промышленного сектора, представители местных властей, сотрудники учреждений культуры и правоохранительных органов, предприниматели, казаки и активные общественники. Глава Славянского района Роман Синеговский сердечно поздравил собравшихся с праздником. Я хочу сказать спасибо тем людям, которые до нас, скажем так, трудились, которые реконструировали наш город, реконструировали предприятия, развивали экономику. Хочу сказать спасибо тем, кто сегодня трудится. Наша задача воспитать подрастающее поколение, сделать их образованными, воспитанными, вложить, наверное, основные фундаментальные вещи. От имени губернатора Кубани начальник управления кадровой политики администрации Краснодарского края Геннадий Стрюк поздравил славянцев с юбилеем. Этот праздник всех, кто любит родную землю, гордится ее богатой историей и заботится о будущем. Сегодня Славянский район среди наиболее сильных и успешных в крае. Муниципалитет входит в число лидеров по темпам промышленного роста, является одним из ведущих сельскохозяйственных районов. Славянский рис, кондитерские изделия, соки, овощные и консервы уже давно стали брендами Кубани. Вашу продукцию знают не только в Краснодарском крае, но и далеко за его пределами. У района есть все ресурсы и огромный потенциал в строительстве, индустриальной и туристической сфере. В этот праздничный день от всей души желаю Славянскому району процветания, а всем вам мира, добра и благополучия. С праздником Славянца, с юбилеем в район. Глава администрации, губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев. Затем было проведено награждение славянцев благодарственными письмами губернатора Кубани за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие края. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко присоединился к юбилейным поздравлениям. Я хочу высказать слова благодарности и низко поклониться всем поколениям, которые внесли большой вклад в развитие нашего прекрасного района. Сделали его сильным, процветающим, комфортным для проживания наших граждан. К 95-летию района была учреждена медаль за вклад в развитие Славянского района. Первыми обладателями медали стали ветераны Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель и Федор Данилович Коваль. Депутат Государственной Думы России, почетный гражданин города Славянска на Кубани и Славянского района Владимир Ильич Синеговский также был награжден медалью. Что можно сказать и пожелать молодым руководителям, подрастающим поколениям. И да, конечно, вчерашний день – это уже история, а сегодняшний день – это опять творение на благо Славянска района в целом Кубани. Спасибо, уважаемые друзья-товарищи. Слова благодарности и ременции в отдельности так и держать. Любовь Трофимовна Чуприян, награжденная за свой труд орденом Трудового Красного Знамени, была удостойна медали за вклад в развитие Славянского района. Все это родное, как дом свой, как квартира свой, все это родное мне очень нравится. И желаю всем добра и удачи всем, и успехов, чтобы росли и дальше. Город наш похорошел, красивым стал, уютным. Да и вообще поселки поднялись, дороги поднялись. Очень здорово и хорошо, и радостно, и приятно. И надо дальше так расти, процветать нашему району и городу. Стал обладателем этой медали и почетный гражданин города и района Юрий Алексеевич Бобыренко. Я с гордостью вспоминаю те далекие годы, в которых мне пришлось принимать участие в становлении, укреплении нашего Славянского района. И я с гордостью сегодня константирую то, что район с каждым годом хорошеет, с каждым годом крепнет. Затем состоялось торжественное вручение звания почетный житель Славянского района Федору Даниловичу Ковалю, Алексею Алексеевичу Шамаре и Тамаре Александровне Берсенёвой. Заслужить это звание – большая честь для каждого, чья жизнь связана с нашим районом. Мне вдвойне приятно получить еще звание в почете рождения города и района, потому что моя профессиональная жизнь начиналась в этом городе в 50-х годах. Я в этом городе был на протяжении 10 лет главным инженером Славянского управления Тюминского транспорта. У меня были хорошие учителя, те, которые тоже были почетными гражданами города и района. Хочу выразить слова благодарности моим родителям и всем вам, добрые люди, всем тем, кто со мной рядом, все это время шло по жизни. Центр Славянского района, Славянск-на-Кубани – один из красивейших городов Юга России. Глава города Александр Берсенёв выступил с поздравлением. Город наш сведет и развивается. Сегодня утром объезжал город все-таки на душе, честно говоря. Город красивый, я его люблю. Ну, я думаю, планов у нас очень много. Я думаю, все планы, которые мы наметили, мы воплотим в жизнь. Лучшие труженики были отмечены за свой беззаветный труд. Это настоящие профессионалы своего дела. Звание «Почетный гражданин Славянска-на-Кубани» был удостоен Владимир Ильич Гончаров за весомый вклад в развитие районного центра. Славянские артисты порадовали всех собравшихся отличным концертом. Песня «Почетный гражданин Славянска-на-Кубани» Песня «Почетный гражданин Славянска-на-Кубани» Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Праздничный выпуск программы «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова